Хватит играть. Куда мы едем? К доктору Айболиту. Всем асалам алейкум. Добрый вечер, уважаемые друзья. Сейчас мы направляемся к самому лучшему реабилитологу города Астаны Азамату Сериковичу. Пошлите. Где ждали? Травмировали наши, подошли спандяр. Рахат сам ся с ними тоже. Хороший. Азамат Серикович, человек, который максимально быстро ставит людей на ноги, да и вообще максимально быстро старается восстановить человека и вернуть его к мечте. Это вам, Чайбович. Спасибо. Пару слов о себе. Ну, я врач спортивной медицины и реабилитации, проходил стажировку в Германии, учился в Белоруссии, также работал в Москве, в одной из ведущих клиник по спортивным травмам и восстановлению. Со мной привез специалистов тоже с Москвы, Денис Ильякова со мной. Всем привез. Вообще круто. Я вам привел травмированных Рахат, Спандяр и Райдель. Да без проблем. Кто Фера? Рахат, давай, мы с тобой за это занимались. Так, приступаем. У Рахата был перелом локтя, закрытый перелом локтя. Закрытый перелом, месяц назад гипс когда снял? Гипс после пяти дней. Пяти дней. Какие жалобы у тебя сохраняются, вот как я снял гипс? Когда сгибаю до конца. Покажи сколько ты гибаешь. А разгибание покажи мне, пожалуйста. Да, странно. Это все, что ты можешь, да? Окей. Хорошо, давай сейчас мы поработаем кое с чем, поделаем движения, упражнения и все. А ты мышцы где-то тянут, натягиваешь, больно. Узравливая боль есть? Только когда вытягивал до конца. Ага. И где-то болезнь, здесь, здесь. Вот тянулась мышца здесь. У нас гибит, когда трицепс. О, все хорошо, давай сейчас мы будем перепроверять, когда ты. Надо, смотри. Я вот давлю, и вот ты мне покажи сейчас движение. Тянет, мышца тянет. Вот это и гибит. Здесь. Ага, хорошо. А вот с гибанием, когда я делаю, где-то тянет или просто блок суставит? Здесь, в цапе. Ага, на принципе, хорошо. Давай мы сейчас поработаем с мягкими тканями, можешь футболку снять, или я чуть-чуть ударку поработаю. Рахат, видишь, не зря ты качался. Снимай давай. Мы будем использовать ударную волну, аппарат ударно-волновой терапии. Заключается в том, что звуковая ударная волна глубоко проникает в ткани, и может расслабить мышцы. То есть это гораздо эффективнее и быстрее, чем массаж. Это сейчас по всей руке получается, да? Ну, по бицепсу и тридцепсу тоже. Волновая. Для споряжения мы будем использовать гель, так что нам салфетка понадобится, чтобы вытирать. Рахат, сейчас вся волна пройдется по твоей руке. Ударная волна, да? Вы абсолютно правы. Ну, я помню, как он мне делает по всей ноге. А, кстати, да. Спасибо. Смотри, есть места более триггерные. Ты можешь мне говорить о том, что да, вот это тепло горячо, да? Здесь ощущается? Чуть-чуть. Да, я немного поддаю, чтобы валит мышечная разница. Молодец. Так, ну все, теперь мы делаем на то, чтобы у нас сгибание было полегче. Ну, где, если у нас мышечная спазма есть, триггеры, которые не дают. Это все случилось из-за того, что после перелома ты ходишь некоторое время в гипсе. И, понятно, это для того, чтобы кости и связки зажили правильно. Но за счет долгой неподвижности у тебя мышцы атрофируют и в полном объеме не работает. Нужно поработать над мышцами, потом немного над суставом, после чего восстановить ту биомеханику движения, которая была изначально. Хорошо? Хорошо. Спазмируется, да, получается? Как бы сказать, это не даже не... Оно ощущается как спазм, но скорее это больше за счет того, что в полном объеме не работает. Да, и она сокращается. И да, и она сокращается. Да и мозг начинает забывать о том, что она должна в полном объеме. Она помнится за то, что болезненно, опасно. И, ну, чтобы это, как бы, блоки снять, безопасно достаточно вернуть движение, надо и с мышцами поработать немного. То есть это можно и массажем, и ударной волной, или какими-то миофициальными релизами. Ну, которые, скорее всего, я ему дам на дом, там, с тем же мячом работать, я не знаю, показывать сейчас. Рахат как? Ощутил? Ну, когда ниже делаете, болезнь. Было бы слухово устало, да? Ну, смотри, я на кости не ухожу. Я, как бы, на связку, где начинаются связки, я туда... Мне кажется, даже в грудной клетке. Мне кажется, в грудной клетке очень классная вещь. Да? Я им, кому делают, чтобы на грудную клетку, где мышцы тромбовидные, паравоксобральные, трапеции, им становится гораздо легче. Они такие говорят, о, как будто грудная клетка задышала. То есть это как по процедуру легко провести. Смотри, сделаем следующим образом. Я буду суставы по отношению друг к другу двигать, немного расслаблять суставную капсулу. Как говорят казахшат, катакаланзия, в основном. Я кладу пальцы под локоть, чтобы не было больно. И работаю непосредственно. Сустав. Спереди, назад. Это что-то типа массажа, но непосредственно сустав. И работаем, как есть, разобрать, как бы, в анатоме. То есть этот сустав, он окружен сухожилиями. И он является дополнительным стабилизатором. Но когда долго они подвижны, они теряют эластичность. Ее немного расшатать, типа разогреть надо. Для того, чтобы движение восстановить. Короче, одним словом, Азамат Серегович не только восстанавливает, но еще и объясняет всю процедуру, для чего это делается. Вообще, сейчас модно говорить, что это мягкие мануальные техники. Это не совсем массаж. Это в действительности называется увеличение подвижности, по-другому мобилизация. Давлю именно через сустав. То есть не в рычагом, когда больно делается, а именно ближе к суставу, чтобы вот этот сустав, он двигается всегда не вот таким образом, как кажется. Он двигается скольжением. То есть у него есть вопуклая и вогнутая часть. И есть то, чтобы это восстановить движение, нужно немного в конце продавливать. Рахат как больно? Мышца тянется, чувствуется. Сам тяни. Второй рукой давай поддавливай. Здорово. То есть он сам регулирует, из-за этого боль, как бы он степень боли, он может сам останавливать меня и говорит, как доскудов может оттуда дотягивать сам. Давай. Давай проверим. А вот так, потрогай себя. О, мошала. Есть еще что-то, еще остались какие-то ограничения? Не, не. Чуть-чуть чувствуется то, что тянется. Тянет, да? Хорошо. Давай сделаем следующее упражнение. Вот насчет того, чтобы... А вот упрямление тянет? О, уровень. Тоже что-то. Поделаем давай вот так. Вот так она сильнее тянет? Да. А ты вот здесь держишь, она здесь что-то сцепляет или болит? Нет. А все, смотри, я тебе дам всего два упражнения, которые ты сейчас будешь делать. Давай, первое упражнение, которое с ним и надо с перерывами. То есть, например, если ты делал на сгибание упражнение, то через полчаса только на разгибание. Интервал, да, между... Потому что после того, как ты сгибаешь, упрямление всегда будет некоторое время, ну, некоторое, некоторое повторение будет тяжелое. То есть, я первое, что стану, я вот просто стану рукой сюда, буду держать и давить. Давлю 10 секунд, потом немного расслабляю. Как чувствую, я только что натянулась, опять давлю, при этом корпус у меня не уходит, давлю-давлю-давлю, и потом расслабляю и чувствую, идет мне дальше, так подходит, ну, идет мне мышца, отпускает или нет. Это постизометрическая релаксация называется, пир, попробуй. Ты на второй рукой можешь подстраховывать, если что. Да, смотри, следующее, на выпрямление. Я на выпрямление беру любой стол нахожу, какой у меня есть, не сильно высокий, не сильно низкий, и здесь рукой чуть выше локтя ставлю и животом продавливаю вперед, как бы упрямляя. Чувствую здесь натяжение и делаю так 10 раз. Любая, вот смотри, я тебе не запрещаю сейчас тренироваться, так как у тебя легко отпускает. Я наоборот говорю, хорошо, ты сейчас будешь с тренировкой, ты сделал вот эти упражнения, здесь ладно, 5-10 минут перерыва, и сделал выпрямление, и пошел тренироваться. Те же отжимания, ту же тренировку, где ты будешь схватать, тянуть, бросать, но вначале соактивизируем мышцы. Хорошо? Хорошо. Давай. И верни подвижность сустава. Вот и когда кисть вот так держишь, оно у тебя как бы, вот, не дает упражнения. Когда ты вот так животному поставил, оно хорошую стабилизацию дает, то есть ты можешь ей сопротивлять. И на этом тебе, по идее, должна закончиться реабилитация. Повторно можешь, если где-то вопросы будут, зайти где-то через неделю, но эти 5-10 дней ты должен делать. Хорошо. Все. Давай, молодец. Покажи. Опа. Сгибай. Хорош, Маш. Вот теперь согни. Это чудо, доктор? Нет, это просто. Знание. Знание.